Приветствую вас на канале Цвета Охота. Сегодня у нас суббота, новое поступление. Вопросы с поставками наконец-то решились. Были задержки, заминки. Еще одну машину вообще, как это выразится, одна машина была арестована. В общем, ее не пропустили и смысла нет с такими задержками. В общем, не стали выкупать и она осталась там, получается, в Беларуси. Поэтому вот, что хочется сказать по привозу. Есть косяки, есть большие радости. И тут немножко часть стоит у нас с прошлого привоза. Для сравнения тут надо мне колотейки показать. Вот, в целом, конечно, все хорошо, все нормально. Несмотря на то, что длительные такие путешествия у них происходят, но они, в общем-то, доезжают и радуют внешним видом, радуют детками, радуют вообще в целом, как доехали. Поэтому, слава богу. Так, что у нас есть? Давайте, как обычно, с этой стороны, со самого вкусного, с самого начала. Здесь у нас очень плотными листьями. Вот даже немножко, видите, как лодочка загнутая. Листочек, это лакази мелу. Очень плотная, рельефный лист. Тут земелька еще не вся ушла. Не с детьми. Мультики там. В общем, вот, очень плотный. И здесь, сверху, где-то я видела, тычки. Есть детки некоторые. Вот тут вот тоже детка была. А у некоторых вот так вот сверху. Ну, детки видны. Грунт сырой, поэтому сверху пришлось примерно сантиметра два земли снимать, чтобы шейка не загнила. Далее у нас здесь алаказия ред грей. Тоже плотный восковой лист. Очень нравится обратная сторона. И вот здесь вот очень схожа с бисмой. Но цвет более серебристый такой, да. И обратная сторона красная. И лист вытянутие. Ну, в общем, ред грей она классная. С детками цена, сейчас я не скажу точно, но где-то 2500 плюс-минус. Вот что интересно, вот здесь вот вытянутый лист, да. Здесь такой тоже вытянутый. Здесь уже с таким V-образным вырезом, скажем. И она уже вот прям совсем крупная. Шикарный лист выдается. Ред грей сухая пришла. Не такая сырая, как Мелло. Разочарование у нас в колладиумах. Закупала колладиум Miss Moffitt, по-моему, называется. Он недорогой. Я его купила, но думаю, попробовать. А вдруг, вообще, под зиму колладиуму они уже уходят в спячку. Я думаю, это не секрет никому. И когда, думаю, а вдруг повезет, нормально доедут. Ну, в общем, я изначально не рассчитывала цену на нее какую-то прям совсем большую. То есть изначально это у меня уже почти, ну, примерно в уме это складывается цена, как уценка. Вот, поэтому, ну, клубни-то здесь хорошие. То есть верхнюю землю я убрала. Несмотря на то, что макушка вся была мокрая, фотографию я покажу, какие они приходили. Но вот клубень-то сам хороший, корни светлые. Ну, то есть шикарно все здесь. Поэтому оценка только из-за листьев верхних. Был перерыв. В общем, про колладиум я все сказала. Он будет как уценка. И, в принципе, он как бы здоровый. Были как-то у нас, по-моему, даже тоже был мисс Маффет. Они зимой тоже росли. То есть они не ушли в спячку. Они прям продолжили расти. Но клубни, кстати, не маленькие. То есть на весь горшок тут видно. Мне кажется, клубни отдельно продаются тоже немало. Давно смотрела, облизывалась на Замикулькас Мидери. Замикулькас. Вот. Округлый глянцевый лист с четкими вот такими жилками. Прям очень завораживает. И внешне очень богато выглядит. Крупные листья. Прям здоровые. Я не знаю, предел этого растения или нет. Это вообще считается как новинка. Везде я смотрела. Пестрит, пестрит меня спрашивали. Но на тот момент у меня не было в закупке. У основного поставщика. И вот когда я начала закупаться уже у второго. От того отказалась. С этим начала работать. В общем, я увидела его. Сначала я сомневалась. Думаю, брать, не брать, брать, не брать. А тут так вот сложилось, что закупка в целом вроде есть. Но чего-то вот такого прям вот. Изюминки нет. Скажем так. И я думаю, все, пора. Надо. И в общем, я ее купила. В партии три штуки идут. Вот. Но они, смотрите, довольно пышные. Там девятнадцатый горшок. Не дешевая цена. Но если разделить на количество клубней, я думаю, там немало их внутри. Думаю, что будет... Ну, то есть цена за ветку будет нормально. Их же листами укореняют, продают даже ради интереса. Заглянула на Авито и при монтаже напишут, что там вообще продают. Наверняка есть что-то. Поэтому... Вот. Не знаю, успел ли кто-то из листа укоренить. Как давно вообще он появился, я не в курсе. Знаю, что вот где-то в сентябре-то точно он был. Не знаю, может в августе. Так, что касается фикуса. Фикус, конечно, очень дешевый. Ну, вообще безобразно дешевый. Он так-то должен стоить где-то около... Ну, не меньше полутора, наверное, да. Потому что я все время... Ну, я же наблюдаю, как-то мониторю. И смотрю, какие сорта где что есть. И, в общем, этот был прям дешево. Вот сейчас я его, если не соврать, выставлю. Ну, где-то в районе 700 рублей. Вот. И как бы я предполагала, что он будет прям... Ух! Такой, да. Лист плотный. Что касается по сорту, лист плотный. И интересна у него особенность. Вот такая мозаика с обратной стороны. Вот чешуйки идут как бы от ствола. И один у нас полностью был облетевший. Ой, сейчас покажу. Вот если получится. Точка-то роста, она как бы есть. Я там почистила. Вот тут я боюсь немножко задеть. Но здесь есть она. Сейчас еще чуть-чуть. Просто плотненько так. Вот. Видно светленько. Пока не трогаю. А так, в целом, здесь два ствола. И у нас, получается, 7 растений будут в продаже. Так. Папоротник. Интересный папоротник. Но я его сразу в контейнер определила. Потому что это такой товарищ. Он все время любит влажность. Я помню, мы несколько раз его привозили. Он был и в шестом горшке, и был в двенадцатом горшке. В двенадцатом горшке он, конечно, лучше переживал. Вот. Но он любит вот таким образом чернить свои вайки. У основания у него всегда вот коричневая эта штуковина идет, да. Главное его не заливать, не высушивать. Только чуть-чуть он высохнет. Он очень быстро высыхает. Он прям пьющий. Чуть-чуть высохнет, сразу сворачивает листочки, и все. Ну, то есть, потом не восстановить будет. Поэтому я сразу в контейнер. Но вот, знаете, тоже тут главное не переборщить, чтобы не запрело. То есть, мы днем будем вот так вот проветривать. Я не знаю, с периодичностью, может быть, доставать как-то. А на ночь, наверное, будем прикрывать. Потому что у нас здесь рядом батарейки. Батарейка. Батареи. И они, наверное, вот в ночь-то как-то больше добавляют температуру нам. Кстати, появились горшки очень удобные, высокие. 14 сантиметров высота. Прям для укоренения, например, антуриумов. Или аллоказии переукоренять. Ну, вот, что вот. Зная, что у них есть корни, просто надо углубить, чтобы потом срезать и оставить пень. Вообще, классная штука. Если не обязательно отслеживать корни. Далее. Очень-очень недорогой антуриум Сильвер Блаж. Что-то там в районе 600 рублей будет за такую вот шестерочку, наверное, здесь все-таки. Не пятерка. Потому что пятерка вот она в палетке, а в палетку она полностью не влазит. Вот. Но есть местами здесь и хрустальный. Тут надо смотреть, выбирать. То есть, если залито полностью серебром, это у нас Сильвер Блаж. Вот как тут, например, да. А здесь у нас чисто полоски, как жилки. Это у нас хрустальный. Вот. Хой. Хоя Матильда. Сплэш. Давно меня про нее спрашивали, но цена мне по ней не особо нравилась. А тут прям так вот как-то все сложилось, получилось. И единственное, что я думала, что будет горшочек побольше. Но несмотря на то, что тут шестой горшок, здесь по две-три ветки. То есть, в принципе, это очень даже неплохо. Плюс-минус, если разделить стоимость напополам, там, к примеру, да, то получается нормально. И на ветке тут несколько узлов. Так что, хороший. И сплэш, в принципе, тоже мне нравится. Ну, такой залитый идет. А колотей, колотей у нас были в предложении как кримсон, белый, да, белый кримсон, но в десятом горшке. Цена не особо дорогая, ну, дешевле, чем вот крупный, но не настолько прям, сколько бы хотелось. В итоге вот пришел белый, так кримсон только один, мы его отдельно отставили, да. А все остальное пришли рози. Притом рози-то вот довольно-таки плотные. Как бы тут 10,5 горшок написано было. Зато растений-то здесь прям вообще много. Я еще сначала сомневалась, думала, Сильвия. Но нет, все-таки это рози, потому что там на некоторых, вот, например, вот тут стало ясно, что это именно рози. А еще, кстати говоря, есть какой-то роял-стандарт. Вот, новинка-не новинка, но я ее в Голландии, как бы в закупках не видела. Ну, я, по крайней мере, не видела. Может, он был когда-то, но я не видела. То есть, мне его выкупило, если все ничего, на следующей неделе он к нам приедет. Фотографию добавлю. Читала я форумы и в группе Мрантовых там делились фотографиями из закупок. Так что я не первая, значит, их увидела. Так, Агланемы. Агланемы, это, опять же, микс у нас. У этого поставщика цена на этот микс дешевле стоит, поэтому буду надеяться, что при подсчете цена окажется интересной. Но постараюсь, по крайней мере, сделать так. Так, вот это вот, скорее всего, Red Joy. И вот это они очень друг к другу схожи. Насыщенный красный такой бордовый. Вот на этих прям, со вспышкой не видно так. По факту прям бордовый-бордовый красный. Они все по одному. Вот кроме здесь. Больше похоже на Валентин, Pink Valentin. А вот это, наверное, Сап Монгол. Вот по этим листьям. Потому что как-то характерно. Здесь, типа, Чинаред или что-то вроде того. Нравится мне вот не когда полностью красный лист, да, а именно чтобы зеленец был. Потому что чисто красные листья, да. Вот если тут плотный лист и зеленое основание, то нормально. То у белого основания, у светлого растение, ну, хуже адаптируется. И как-то он прям, ну, болезни не переносит адаптацию. А когда есть зеленка, вот по листу, то, в принципе, как фотосинтез есть, и работает растение. Растет хорошо. И еще один интересный сорт. Вот его я сказать не могу. Вроде и Butterfly, вроде бы и Red. Как он там, забыла название, не скажу. Здесь одно, но есть небольшие детки. Так, ну и, наверное, их что тут получается? Два, четыре, да, все правильно. Про всех рассказала. Там на заднем плане у нас крокодил. Так, нашли еще с прошлого раза три штучки. Так что у нас их будет тут довольно много. Вот, потому что их там было 10 плюс еще 13 штук. Цена будет чуть дешевле. Не на много, но как бы все-таки приятно, когда есть какой-то небольшой бонус. Так, а, порозе-то я хотела показать пышность. Где-то я тут какой-то куст видела здоровый совсем. Во, смотрите, даже расти-то некуда. Вот как простимулировали его. Ну, наверняка все это гормональная подкормка, но все же приятно получить такой горшочек набитый. Набитый листочками, точками роста. Здесь крупный глориозум. Я так предполагаю, что это все-таки дарк. Глориозумы у нас любят ползти. Ползучие гады они. И гады они очень красивые. Мне нравится их размер. То, что они настолько крупные. И вот они прям вот тут вот их прям положили правильно. Они положили их прям боком, чтобы они лист дали более крупный. То есть тут как бы даже ладошки не хватает. Цена более чем приемлема. Там что-то около 800 рублей плюс-минус точно не скажу. Но для такого размера я считаю, что цена вообще классная. Так, что с привоза-то? Вроде бы как будто бы все рассказала. И вот сравнить колотею, кримсон белый, и ту. Вот ощущение, что как будто бы это какая-то карликовая. Конечно, она маленькая еще, скорее всего. Поэтому. Но в целом-то, конечно, мимишность и ощущение сложилось у меня, что она прям такая маленькая-маленькая. Так. Ну, в общем, наверное, все. Итак, времени тут у меня, думала, меньше будет. Заняло так, наверное, уже около 20 минут. У меня с перерывом, поэтому я даже не знаю, сколько у меня получилось. То есть у нас по садовым скоро в конце октября начнутся новые предзаказы. Поэтому следите за новостями на стене. Будем писать посты, скидывать ссылки на там, что от Гротензий до Хост, всякие Лилии, Лилейники, Ирис и все-все-все. То есть будем все заново набирать. Единственное, что я не знаю, говорят, сроки, возможно, будут короткие. Поэтому большая просьба, долго не задерживайтесь. А, вот, кстати, долго не задерживайтесь. И сразу оставляйте заказы. Предоплата также будет, как в том году. Здесь у нас с прошлого микса осталась Росита. Какая-то без имяшка со сплэшем. И вот здесь вот тоже. Кто это, не знаю. Но вот Роситу точно знаю. Поэтому вот. По заказам. По заказам. На сайте. На сайте все. Раз, два, три. На сайт добавим все. Можно там будет посмотреть цены. И вот. На этом все. Ставим палец вверх. Подписываемся на канал. Ставим уведомления, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok